Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, это продолжение нашей карьеры за канал. Сегодня у нас матч против Барнсли, сейчас мы узнаем на какой они идут строчки, мы сейчас на 14, они идут на 20, так что можно поэкспериментировать с составами, у нас готов только, наверное, вот все-таки первый будет играть с ними, потому что они не очень-таки готов. Второй состав, пройдем мы сейчас конференцию, чтобы повысить настрой команды. Сможет ли ваша команда держать заданную планку? Мы всегда верим в лучшее, глубина состава вполне позволяет нам выбраться из нижней части таблицы. Каким будет ваш подход к этому матчу? Игрокам нужно настроиться и показать хорошую игру в предстоящем матче, давление на них никто не оказывает. Вы добьетесь стабильности в игре команды? У меня есть 100% уверенность, что мы наберем форму и в скором времени вы увидите, что собой представляет эта команда. Итак, друзья, также совсем недавно мы были на киберспортивном турнире, который был в нашем городе. Кто не знает, мы из города Барнаула, я Максим. Ну, в общем, все, что происходит на канале, это из города Барнаула. И встречались также с футболистами, которые тоже родом из Барнаула. Это вратарь Рубина Юрий Дюпин, также нападающий Крыльев Советов. Я не знаю, перешел ли он еще либо в Динамо, либо в ЦСКА. На данный момент он еще игрок Крыльев. Александр Соболев, нападающий еще из сборной России. И также был защитник из Эндхаузена Александр Жиров. Так что ему 29-28 здесь вот лет. Так что почему бы его бы не приобрести? У него заканчивается еще и контракт. Так что, может быть, мы его сможем подписать в зимнее трансферное окно. Бесплатно его на фри. И все, будет у нас хороший игрок. Тем более, мы с вами говорили, покупать только российских игроков. Арендовать мы можем хоть кого. Так что Жирова мы можем даже купить. Играем мы первым вставом против Барнсли. Заходим. И вот он наш состав. Так, поехали. Итак, наш домашний матч. Матч против Барнсли. Команда идет ниже нас. Мы должны набирать с ней очки. И матч начинается даже в нападении. Мы немножко пойдем. Ну и про защиту тоже не будем забывать. Вяткин продолжает играть. С мячом. Миламет на Ярослава. Ярослав, это 1-0. За 5 минут до конца мы выходим вперед. Отлично. Ярослав забивает. Отлично разыгрался. Он там в центре штрафной. С миламетом. И все замечательно. Хороший удар. Левой ногой нерабочий своей он пробил. И отлично. В касании еще и таким хлестким ударом. Наверное, из-за дождя все-таки не смог голкипер отбить. Еще и так крутился так вот. Очень сложно было так пробить. Ну и 1-0. Главное сейчас удержать. Это наше преимущество. Наша минимальная победа над Бансли. 1-0. Ну и 3 очка в нашу копилку. Не знаю, сейчас повысимся ли мы или нет. Ну и Ярослав лучший игрок матча. Вы довольны игрой, которую показывает Миламет? Миламет фантастический игрок. Все комплименты в его адрес абсолютно заслуженно. Надеюсь, он продолжит восхищать нас своей игрой. Вам повезло, что вы забили в концовке. Мы явно играли лучше. Мы создавали моменты. В итоге выиграли матч. Удачи тут ни при чем. Если уж на то пошло, нам не везло, что мы не забили раньше. Были сомнения в победе. Каким бы ни был результат, я знаю, что игроки будут биться до конца. Сегодня они это и продемонстрировали. Итак, ну мы на 13-й строчке. У нас 16 очков. Проведем мы тренировку. Кривохарченко прокачался. Теперь у него 73. Проведем еще одну тренировку. Доступна была. И вот Мишин теперь у нас 70-го рейтинга. Но защита укрепляется. Это для нас хорошо. Ее нам и нужно прокачивать. Матвей нам говорит, что хочет играть. Ну, скажем, что подумаем. Не знаю, выпускать или нет. Итак, у нас игра против рейтинга. Следующая против лица. Надо посмотреть. Сейчас у нас два состава готовы. Рейтинг 8-й. Лиц идет впереди. Значит, наверное, сейчас мы все-таки сыграем вторым составом. Вот он на ваших экранах. Ну, что же. Пока что будет все-таки стоять до вбняния Кривохарченко. У Кривохарченко 73, у Довни 75. Пока не докачается Кривохарченко до уровня до вбняния. Мы не будем все-таки менять вратаря. Потому что нам все-таки нужно сначала укрепиться. И иметь хороший задел. Потому что здесь вот, смотрите, потеряем мы очки. И все. Уже на 16-ю строчку можем упасть. А если выиграем, то можем на седьмую. Уже понятно. Тут, видите, между седьмой и шестой строчкой уже в три очка отрыв. Но прямо такая плотность очень высокая в верхней части все-таки таблицы. С первой по шестую. Но все равно сейчас даем играть всем. Играет против Рейдинга у нас второй состав. Вот состав на ваших экранах. Поехали. Итак, выездной наш матч. Матч против Рейдинга. Команда у нас заряжена. Минимальная победа в прошлом матче. Да еще и в концовке. То, что было забито, нам немножко уверенности дает. Но все равно расслабляться не нужно. Миша. Айвазиан. На Скворцова. Скворцов! И это 1-0. Убил сейчас практически Роман Скворцова-защитника. Продавил. И это 1-0. Престон выходит вперед. Хороший гол получился. Айвазиан отлично отдал пас. И все. 1-0. Я не знаю, забивал ли за нас Скворцов в чемпионате. Сейчас мы это узнаем. Замену, говорят, делать. Вот, отлично. И вот здесь просто развернулся и в нижний угол. Левой ногой еще пробивал Роман. И забил он свой второй гол. Миламед. Здесь отлично. Хорев. Входит в штрафную. Опасно. Хорев. И это 2-0. Отлично. Выпустил себя на замену. И забил. 2-0. Престон забивает на выезде. Играя вторым составом. Ну и вот корректировочки. Небольшие в составе все-таки произошли. И забили второй еще и мяч. Левой ногой. Нерабочий. Ну и вроде как забил второй гол в чемпионате. Да. На 90-й минуте. Будет ли сейчас сразу сететь арбитр. Заканчивается матч. Со счетом 2-0 мы обыгрываем Рейдинг. Замечательная победа. Хорошо получилось забить нам первый мяч. Еще и второй. Михаил Миламед. Лучший игрок этого матча. Вы ожидали, что Рейдинг сегодня забьет. Нельзя сказать, что это сильно нас беспокоило. Но определенные сомнения были. Очень здорово, что нам удалось победить. Сегодняшняя игра могла бы сложиться по-другому. Мы лучше играли и заслуживали победу. Но мне кажется, Рейдинг имеет право быть недовольными итоговым счетом. Это был полезный для нас матч. Ну и все такое. Было трудно пробивать оборону Рейдинг. Мы играли в свою игру. Мы верили в свои силы. Миязга сыграла хорошо. Но каких-то особых планов по его поводу у нас не было. Три сообщения. Все от игроков. Миламед говорит спасибо. Кривохарченко хочет играть. Место в составе он, скажем, еще за ним. Ну и Матвей нас благодарит за то, что мы его выпустили. Ну следующие, наверное, только выпуски уже получится выпустить. Сергей Кривохарченко. Также давайте, может быть, мы сегодня начнем новую тренировку. Добавим новых игроков. Самых прям вот низкорейтинговых. Ну Юлю, я не знаю. Вот не будем давайте брать тех игроков, которых мы не собираемся пользоваться. Просто чтобы они были. Здесь у нас это, наверное, только вот Матвей. У него 65-й. Давайте его и прокачаем. Ефремов, кстати, появился. Заметьте, в прошлом, но я вам показывал, бингеров не было. Но и он, у него тоже нету этого значка. То, что он перспективный игрок. Здесь у нас самый низкорейтинговый. Ну, Баумгартнера мы не будем пока что качать, потому что он арендованный. Смысла этого нет. Вот мне в сравнении. Поэтому Сережу мы прокачаем. У него, наверное, вот пасоваться надо. Вот прям. Давайте прям в пасы пойдем. Вот. Идем дальше. Полузащитников посмотрели. Центральные защитники. Гапонова тоже, к сожалению. Не знаю, стоит ли или нет качать. Полина вот. 63. Давайте все-таки Гапонова пока что. Хоть он перспективный, но все равно. Играть он должен хорошо у нас. Здесь у нас в защите пока что Саша Рамакер. Ну, и на воротах у нас Сергей Кривохарченко. Неплохо так прошли тренировки. Ну, а после этого матча мы, кстати, на девятой строчке, как я и сказал, неплохо так поднялись. Ну, и главное сейчас сильно не упасть нам. Потому что если сейчас наши, так сказать, представители с низов будут выигрывать, а мы если проиграем этот матч, скорее всего, то даже Блэкбурн может подняться на наше место. Все такое может быть. А мы опуститься на пятнадцатую строчку. Вы понимаете, минус 6 сейчас позиции у нас может быть. Но хотя два раза Лид все-таки смог проиграть. Так что будем верить, что у нас все получится. Домашний матч. Пасмурно на нашем стадионе. Поехали. Итак, важный матч выпуска. И, наверное, важный матч первого, так сказать, сезона. Будем так говорить. Потому что Лид сможет все-таки с первой строчки выйти в премьер-лигу. Ну, и может быть, это главный матч первой половины сезона. Мы встречаемся против команды с первой строчки. Будем играть этот матч только от обороны. И надеяться на то, что у нас получится создать какие-нибудь моменты в атаке. Шмельков. Здесь я. Максим. Снова на меня. Я вот сюда вот пасом на Козлова. И делает он счет 1-0. Мы забиваем первой строчки в концовке матча. Точнее, первого тайма. Фуф. Очень тяжело было атаковать. Но мы все-таки смогли. Разыгрались мы в центре поля с Максимом. И вот здесь вот моя голевая пошла на Козлова. Который забивает. Не знаю, какой уже свой мяч. Второй. Третий. Поздравляем его с этим. Пошла еще одна передача. Коста убегает. Просто сейчас Трушечкин немного замедлился. Пошла передача. Удары. И долг не пропускает. Кейтах забивает и сравнивает счет. 1-1. Какой же он гол сейчас забил нам? Второй. Ну, время есть еще. Выйти вперед. Отдает на Жамаледдинова. Тут прорывается. Хорошо. Можно, можно убежать. Сейчас это отличный шанс. Забить. И это 2-1. 10 минут до конца. И забивает у нас Тимур Жамаледдинов. Не знаю, будем ли мы покупать на позицию правого нападающего Рифата Жамаледдинова. Но пока что Жамаледдинов. Не надо их путать. Забивает. Делает счет 2-1. Сделаем мы замену. Миша снова выйдет. И отлично. Вот он, Тимур Жамаледдинов. Первый гол свой забивает, кстати, в чемпионшипе. И это победа. Минимальная над лицом, над лидером чемпионшипа. Заметьте, в этом выпуске у нас очень все получается. У нас выпуск какой-то бывает вот через раз неудача. И сегодня у нас 3 победы подряд. В прошлом выпуске у нас так и называлась череда неудач. Теперь у нас все замечательно снова становится. Через фу, чтобы не сглазить. Но 3 победы подряд в каждом матче мы забивали. В 2 причем победах мы не пропустили. Ваша команда забила решающий гол. Какие ощущения от игры? Дело сделано. Очки мы взяли. Сегодняшнюю игру обсуждать не вижу смысла. Мы уже готовимся к следующему матчу. Были сомнения в победе? Каким бы ни был результат, я знаю, что игроки будут биться до конца. Сегодня они это и продемонстрировали. Было трудно сдерживать атаки лица. Мы играли в свою игру. Мы верили в свои силы. Анкей Тах сыграл хорошо. Но каких-то особых планов по его поводу у нас не было. Ну все замечательно. Мы попадаем на седьмую строчку. Еще сейчас можем и пониже опуститься, потому что Нотингем Форест в матч сегодня сыграл Александр Жиров. 70 у него рейтинг. Центральный защитник. Не знаю, стоит ли просто покупать как российского игрока, либо нет. Не знаю. Возраст, тем более еще не забывайте про него. Ну вот, наверное, прям точные такие вот трансферы мы будем делать. Это Ахметова будем пытаться покупать, потому что нам прям надо и Барина. Вот это прям топовые игроки. В реальной сборной они тоже уже скоро прям заиграют. Баринов уже практически в основную сборную прям попадает. Ну а в следующем выпуске у нас давайте посмотрим, какие матчи. Матч против Блэкбурн, Роверс, против Чарлтон и против Хаддерсфилда. Давайте сейчас глянем. Итак, выше нас никто не играет. Так что нам это в плюс. Блэкбурн играет на 15 строчке, Чарлтон на 17 и Хаддерсфилд на 21 строчке. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь данных встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok